Небольшой книжный шкаф с яркими наклейками установлен на цокольном этаже торгового комплекса «Пятая авеню». Первые книги сюда положили инициаторы проекта. Руководитель Горячеключевского отделения молодой гвардии «Единой России» Евгений Иванова и депутат городского совета Станислав Терновский. Теперь каждый желающий может принести и оставить здесь уже прочитанные издания художественной, детской и профессиональной литературы, а также взять что-нибудь почитать. Это иллюстрированная история СССР, она издана в 1980 году. То есть я считаю, что данная книга, она не свежая, да, у нее ей 38 лет, как бы и здесь. Я думаю, эта книга будет интересна каждому молодому человеку, девушке. То есть можно будет ознакомиться, кто еще не знает историю настолько, и, соответственно, сделать анализ, который происходит, история сегодняшняя, что она преподает в школе, анализировав все, делать для себя какие-то выводы. И вот еще одна небольшая книга, это книга «Красные маки». Эта книга говорит о том, что ее автор Еременко, а издатель ее – это дочь Еременко Константина Дмитриевича. Он, к сожалению, при жизни не смог ее издать, и издала и дочь его книгу. Это очень интересная книга, это две части, еще она в четырех частях, в две части в дальнейшем будет еще тиражирована. То есть рекомендую почитать каждому из вас данную книгу. Это книга о нашем городе, о происхождении нашего города. Букросинг все больше набирает популярности. Это всемирный книгообмен, уникальное общественное движение, суть которого в том, чтобы превратить весь мир в библиотеку. Поэтому именно сотрудники библиотек одними из первых подхватили эту инициативу. Летом в сквере возле творческого объединения «Перекресток» активисты из Центральной городской библиотеки предлагали книги по этой системе жителям и гостям города. Проект пользовался большой популярностью.